В Bittrex Framework существует несколько терминов, относящихся к кэшированию. Первый – это автокэширование. В документации написано, что при включении кнопки автокэширования все компоненты, у которых был соответствующий режим включен, создадут кэши и полностью перейдут в режим работы без запросов к базе данных. По сути, это просто рубильник, который включает или выключает кэш сразу для всех компонентов сайта. Разумеется, для того, чтобы компонент подчинялся этой кнопке, в его настройках должно быть выбрано значение авто в параметрах кэширования. Следующий вид кэширования – это управляемый или тегированный кэш. Данная технология автоматически обновляет кэш компонентов при изменении данных. Если управляемое кэширование включено, вам не потребуется вручную обновлять кэш компонентов, например, при изменении новостей или товаров, изменения сразу станут видны всем посетителям сайта. Эта технология означает, что собираемый кэш помечается определенным тегом. Соответственно, при наступлении какого-то события мы можем сбросить не весь кэш сайта, а только тот кэш, который помечен этим тегом. Самый яркий пример – это сброс кэша при изменении элементов инфоблоков. Еще один используемый термин – это HTML кэширование. По сути, эта технология является каким-то дальним предком современного композитного сайта. Что происходит? Первый раз при заходе на страницу, страница собирается полностью с подключением базы данных, с отработкой PHP, а дальше она вся запоминается как HTML код и в таком виде хранится на диске. Соответственно, все последующие пользователи получают то же самое, что видел первый зашедший на сайт. HTML кэш работает следующим образом. Если на страницу заходит неавторизованный пользователь, то выполняется проверка наличия файла кэша. Если такой файл найден, то выдается страница из кэша. При этом никакие другие модули продукта не задействуются. Не подключается статистика, то есть хит не будет засчитан, не выводится модуль рекламы, не подключается главный модуль и никакие другие. Если страница в кэше не найдена, то тогда код исполняется в обычном режиме. Когда страница полностью сформирована, она запоминается как HTML. К достоинствам этой технологии, конечно же, относятся повышение производительности. Но с другой стороны, ее большим недостатком является отсутствие динамики на странице. То есть страница не будет меняться в зависимости от того, какой пользователь зашел на нее, с какими правами доступа, что у него лежит в корзине. Поэтому такая технология, по сути, пригодна только для очень простых сайтов, как, например, сайт-визитка. Таким образом, на уровне администрирования и поддержки штатных возможностей в Bittrex Framework существует три технологии кэширования. Это автокэширование, управляемый или тегированный кэш и HTML-кэширование. Продолжение следует...